Всем привет! И сегодня у нас снова обзор на этот раз глазурованных сырков разумный выбор. Итак, у нас есть 4 сырка. Один с ванилью, вот такой. Второй с кокосом. Третий с вареной сгущенкой. И четвертый с клубникой. Итак, по цене смотрим. С вареной сгущенкой стоил 4,80. С ароматом ванили, сырок глазурованный, разумный выбор, стоил 5 гривен. Он самый дорогой. И остальные все тоже по 4,80. В них 36 грамм и 20% жирности. А теперь по составу. Так, кокосовый сырок разберем для начала. Здесь сыр кисломолочный 36,2%. Глазурь кондитерская, черная 27,8%. Сахар, жир растительный, какао-порошок, какао тертая, эмульгатор, лецитин соевый, соль, ароматизаторы шоколад и ванилин. Масло сливочное, наполнитель кокос 9,8%. Вода питьевая, сахар белый кристаллический, кокос 12,0%, модифицированный крахмаль, ароматизатор кокос, эмульгаторы моно и диглицериды, жирных кислот, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор сливки ваниль, сахар и модифицированный крахмаль кукурузный. Все. По еще тут жирам 26,3%, углеводы 28,2%, белки 6,5%, соль 0,06 граммов. Вот это мы разобрали кокосовый. Дальше сырок с ароматом ванили, такой желтенький. Здесь у нас идет сначала сыр кисломолочный, 39,2%. А в кокосовом сколько было? Здесь больше сыра кисломолочного и он дороже. Этот 5, этот 4,80%. Так, глазурь кондитерская, черная, 27,8%, а здесь было так же. Сахар, жир растительный, какао-порошок, какао тертое, эмульгаторы лицетин соевый, соль, ароматизаторы шоколад ванилин, масло сливочное, сахар, крахмал кукурузный и ароматизатор ванилин. Здесь состав поменьше, нежели в кокосовом. Так, по жирам здесь 29,9, углеводы 28,2, белки 6,9, соль 0,06. Так, даже поэтому они разные, по жирам разные и по белкам. Далее берем третий сырок со сгущенкой вареной. Так, здесь сыр кисломолочный 39,6%. Сравниваем с этими. Так, здесь 39,2, здесь 36,2. Здесь самое больше сыра кисломолочного с вареной сгущенкой. Так, дальше идет глазурь кондитерская, черная 27,8, сахар, жир растительный, какао-порошок, какао тертый, эмульгатор лицетин соевый, соль, ароматизаторы шоколад, ванилин, масло сливочное, молоко сгущенное, вареное 9,7%, молоко коровье, сахар белый, сахар молочный, еще сахар, модифицированный крахмаль, ароматизатор ванилин. Так, по жирам 24,4, углеводы 31,8, белки 7,6. Допустим, берем вот этот с ванилью и сравниваем. Так, этот жирнее, углеводы здесь больше и белков здесь больше почему-то. Дальше берем четвертый сырок, полунытия, клубника. Так, по составу. Здесь кисломолочного сыра 39,6. Смотрим. Так же, как вот это. То есть со сгущенкой с клубникой самое больше творога, так скажем, кисломолочного сыра. Дальше глазурь кондитерская черная 27,8, сахар, жир растительный, какао-порошок, какао тертая, эмулигатор, соль, ароматизаторы шоколад, ванилин, масло сливочное, наполнитель клубника 9,7%, сахар белый, вода, пюре клубники даже есть 15,0%, пюре яблочное 14,0%, модифицированный крахмаль, сахарный сироп, ароматизатор клубника, стабилизатор пектин, регулятор кислотности, лимонная кислота, стабилизатор камедь, рожкового дерева, натуральный барник кармин, стабилизатор ксантовая камедь, регулятор кислотности, цитрат кальция, сахар, кукурузный, крахмаль, ароматизатор ванилин. Здесь состав побольше, чем этих трех. Так, жиры 23,6, углеводы 30,8, белки 6,9, вот, так. Во всех у них по 36 грамм, вроде бы, вроде бы, да. На этих написаны граммы, а на вот этом не написано, сколько грамм. Так, что еще мы скажем? Производство, где производят эти сырки? Город Николаев, Украина. А теперь самое интересное. Приступим к пробы сырков. Итак, выбираем первый кокосовый. Открываем и будем его пробовать. Вот такой вот шоколадный сырочек небольшой. На запах хорошо пахнет кокосом. Я бы даже сказала, что напоминает чудо с кокосом. Я его люблю такой. Так, цвет шоколада вполне нормальный, темный. Но это вроде бы не шоколад, как здесь написано, а, не помню, кондитерская глазурь, да. И какао тертое здесь есть. Так, отрезаем кусочек. Вот такой он в разрезе. Белый сырок. И пробуем. Я попробовала кокосовый. На вкус он отличается от сырка чудо кокосовое, потому как в нем как будто бы перетертый сильно кокос, или его очень мало, он не чувствуется так, как в сырочке чудо. В сырочке чудо он такой кусочками прям чувствуется. Здесь нет. Но, в принципе, я бы даже сказала, оболочка лучше, чем наполнитель. Откладываем, пробуем следующий. Клубника. Так. Открываем. Вот такой он, похожий на предыдущий, ничем не отличается. По запаху чувствуется такое варенько клубничное. Сладкий запах. Так, отрезаем кусочек. О, он сразу распадается, так как вот здесь такой в разрезе он клубничная такая начинка. Пробуем. Так себе. То есть, начинка, может, еще неплохая, сама вот эта клубничная, но, опять же, творожная масса, она какая-то слишком мягкая, слишком перетертая, она прям тает, и ее не успеваешь расчувствовать. Ну, как будто дешевый творог взяли, вот такое ощущение. И, в принципе, марка Разумный Выбер, по моему опыту, хуже, чем своя линия. Дальше берем сырок с ароматом ванили. Открываем. Писать все то же самое. Теперь разрезаем кусочек. Ой, он вообще разломался. Ой, здесь нет начинки. Просто творожная масса, как кокосовый. Но этот по вкусу мне больше нравится. Он дороже и вкуснее. Так что, если выбирать, этот еще можно взять. Но, в принципе, они все не очень на вкус. Ну, а что тут скажут, что тут за 5 гривен, какой вы срок хотите. Итак, открываем со сгущенкой. Тут все то же самое. И отрезаем. Вот здесь такая начинка в виде вареной сгущенки. Выглядит неплохо. Этот неплохой. Тоже на вкус. Если выбирать из них, то неплохой. Мое заключение, так скажем. На первом месте вот этот сырок. С ванилью. На втором со сгущенкой. А вот эти я даже не знаю. Они мне не особо понравились. Кокос и клубника. Так. Ну, все. Это был весь обзор. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я попробовала или сделала на что обзор. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok